Пожалуй, ничто не вызывает столько нареканий, как молочные продукты. Вопрос, сколько же в таком полезном напитке может содержаться вредных веществ? Самое первое, что стоит узнать, это количество растительных жиров, которые содержат молочка. Редакция «Комсомольской правды» решила дать ответ на данный вопрос путем проведения собственной экспертизы. Чаще эксперты выявляют эти нарушения при проверке сливочного масла и сыра. Но в молоке их также нашли. Наши экспертизы мы проводили так. Мы закупали несколько образцов, обычно около 4-5 образцов. Рязанских производителей, продукции Рязанских производителей. Затем мы пломбировали. Ставили пломбы, печать, отвозили в лабораторию. Сотрудничали со старейшей аккредитованной на приведение подобных экспертиз в лаборатории Рязанской области. И затем мы уже смотрели протоколы исследований, изучали жирно-кислотный состав молока, молочных продуктов. Но помимо безвредных, на первый взгляд, растительных жиров, в молоке могут содержаться и более опасные вещества – фосфаты. В целом фосфаты, как солестабилизаторы, могут присутствовать в молоке, но не более 1 грамма на литр. Кальций, в общем-то, чаще всего из-за которого люди покупают молоко, используя его как источник кальция, может усваиваться в нашем организме лишь в определенном соотношении с фосфором, один к одному. Поэтому, если молоко содержит фосфаты, таким образом увеличивается соотношение, меняется соотношение фосфора и кальция в пользу фосфора, и кальция, наоборот, перестает всасываться. То есть молочный продукт перестает быть источником кальция, а наоборот, из-за того, что меняется соотношение, в общем-то, это все приведет к тому, что кальция будет вымываться из ваших костей. Исследования молока на содержание фосфатов проводили московские коллеги «Комсомольской правды», и с результатами их проверки Рязанцев ознакомил один из последних выпусков газеты. Все шесть образцов, которые брали для экспертизы, оказались с превышением допустимой нормы фосфатов. В некоторых образцах даже была превышена норма почти в два раза. По итогам проверки выяснилось, что абсолютно во всех проверенных образцах были обнаружены фосфаты, не указанные в маркировке. Кроме того, их дозировка превышала допустимый уровень. А при избытке фосфора кальций вымывается из костей, что в свою очередь увеличивает риск переломов. Поэтому привычное с детства выражение «пейте молоко, будете здоровы» в настоящее время звучит очень спорно.